В пятницу и в выходные дни сотрудники ГИБДД посвятили рейду пешеход-пешеходный переход. Вероятно, хотели образумить нерадивых пешеходов, но и водителей-нарушителей. Однако у населения подобные методы воспитания популярностью, видимо, не пользуются. Кто же должен отвечать за наши жизни, если мы сами не соблюдаем правила? И почему по статистике так много пострадавших прямо на пешеходном переходе? И сегодня люди слепо верят в то, что пешеходный переход, вот эта зебра на асфальте, зеленая лампа, светофора гарантирует им безопасность. На самом деле это не всегда так. И, наверное, где-то половину людей мы теряем именно на пешеходных переходах. Да, мы задержим этого водителя, который не пропустил пешехода. Мы накажем его, оштрафуем на тысячу рублей целую. Но человека не вернуть. Вот это главная мысль, которую сегодня надо доносить до пешеходов. Пешеходный переход не гарантирует безопасности. Там нужно непрерывно смотреть по сторонам. Вот это важно. В этом году уже зарегистрировано 152 наезда на пешеходов. 9 человек погибли. В 83 случаях виноваты водители. 69 дорожных происшествий произошли из-за несоблюдения правил дорожного движения самими пешеходами. В пятницу, субботу и воскресенье сотрудники ДПС взяли под усиленный контроль самые оживленные места в городе. Пешеходы чаще водители нарушают правила дорожного движения. В результате проведенного рейда к административной ответственности по статье 12.29 нарушение правил дорожного движения пешеходами было привлечено 237 человек. Основные нарушения, которые допускают пешеходы, это переход проезжей части в неустановленном месте и переход дороги на запрещающий сигнал светофора. Основные нарушения, которые допускают водители, это нарушение правил проезда пешеходного перехода. 115 водителей оштрафовали полицейские во время рейда. Эти автолюбители не посчитали нужным пропустить пешеходов на зебре. Больше всего нарушений в центре города. Опасения вызывают район колхозного рынка, остановка «Детский мир». Автоэксперт Альберт Ильин считает, что методы воспитания водителей и пешеходов давно пора пересмотреть. Я не считаю, что такие рейды бесполезны. Я считаю, что их надо совершенствовать. От тактики ловли отдельных экземпляров пешеходов надо переходить к большой системной, по сути, государственной работе. Нужна пропаганда по всем линиям. Газеты, радио, телевидение. В каждой торговой точке, где продается алкоголь, нужно предостережение, чтобы водители пьяными не садились за руль. Там, где наши пешеходы в обилии водятся, это больницы, школы, детские сады, где места скопления людей, должны висеть какие-то напоминалки о том, что опять-таки пешеходный переход не гарантирует безопасность человеку. Несмотря на предупреждения, которые уже сейчас есть, люди продолжают нарушать правила дорожного движения. Это делают как пешеходы, так и водители. Хорошо, если все заканчивается только наказанием рублем. Но в жизни чаще бывает все намного печальнее. Как говорится, сэкономишь минуту, потеряешь жизнь. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.